Знаете, Тихонович, мы об этом запугали всех, тем, что книги нельзя давать там. И Николай съездил в Калугу и не отдал книги. Куда ездил, куда и не отдал? Кому не отдал? С Молдавии человек отправил мне 37 тысяч. Он отправил их просто так, десятины. Но он говорит, если получится как-то там книги переслать мне, ну, ему в Молдавию, то я, говорит, вам напишу, ну, или позвоню. Он мне звонит обычно. И у него в Калуге какой-то человек, который может ему эти книги переправить. Вот. И Николай поехал в Калугу с книгами. Ну, что-то ему этот человек не понравился. Ну, я так думаю, что какие-то личные, ну, что лично он ему не понравился. Он ему не отдал ни одной книги. Ну, я говорю, мы так распугаем всех. Нет, тут надо смотреть. Мы-то не видели того человека, а Николай видел. Он же молился. Я понял. Вот смотрите, вот я беседовала с Николаем Сироткиным, и он рассказывал, что он когда-то где-то, по-моему, даже чуть ли не на рок-концерте получил Библию. И она у него лежала до поры до времени. А потом он ее взял и обратился. Мы же не знаем, как эти книги могут на человека повлиять. Они могут лежать. Сестра, это большая разница. Они Библии привозили, там участвовали миллиардеры. Они привозили вагонами. А мы едва-два собрали на пять тысяч. Что сравнивать-то? Так они же оплачены, эти книги-то. Я говорю о том, что привозили, отдавали. И вот они лежат, они прямо ящиками заносили в предприятие. Ну, наконец, уборщица говорит, они мешают. Спрашивает директор, кому надо, не надо. Они в этот день собрали и выбросили на свалку. 150, допустим, Библии. Мы же не можем так поступать. Нет, мы-то не можем. Ну, те люди, которые оплатили за них, оплатили... Ну, я не знаю. Оплатили, надо было отдать, чтобы дошло. Николая не винить. Ну, а как? Ну, два комплекса... Не знаю. Я не знаю, как могу сказать. Да, я знаю, что книги еще целые. Значит, не надо было нигде оставлять. А если оставили, то только рядом, чтобы было кто. Отсюда посылали тогда мы и в Америку, и везде. Ну, и... Мы же не спрашивали, куда они там пойдут. Ну, человек раз заказывает, оплачивает, значит, они ему нужны. Ну, я не знаю. Я не в них в это дело. Как я... Я ничего не сказал. Я просто сказал. Николай, поосторожней шел. Матфея 10.17. 10.17. Прочитайте Евангелие от Матфея. Там предупреждение. Да. Это я знаю. Остерегайтесь людей. Остерегайтесь. Не будьте простопилями. Я буду предавать вас. Да. И Николай поступил в данном случае осторожно. И мы не можем его за такой поступок осуждать. Нет. Он говорит, ты сама отправь. То есть я, если буду отправлять, я же буду тратить деньги, которые человек оплатил, из тех брать. То есть мы будем тратить дополнительные средства, чтобы отправлять. А куда он... Кому деньги оплатил? Он мне оплатил. Человек из Молдавии. 37 тысяч. Ну, ему сколько надо экземпляров? Он просил 4 комплекта в Молдавию. Ну, оно получается. Остается еще. А еще остается. Он всего 4 комплека. Теперь у вас получится в накладку. Вы пошлете, и Николай пошлет. Значит, Николай... Николай бы их бесплатно отдал, но он их не отдал. А теперь, говорит, ты, пошли ему за... Ну, и получается, что мне надо ему же послать, только уже за деньги. А вы, Николай, знали, что это оплаченное и прочее? Да, конечно. Ну, не знаю. Мы не видели того человека. Мы ничего не можем сказать. Раз Николай так сделал, мы это принимаем. А теперь, Николай, предупредите, больше не давай никому без совета. А сами отсюда пошлите, и все. Вопрос решенный. Ну, я понимаю, но... Как сказать, границу-то как-то вот... Ну, границу он оттуда нащупал. Человек не понравился. Все. Посылайте сами. А вы узнаете, адрес тот же или нет? Лично. Адрес, который посылать. Адрес не изменится. Я не против. Я же за каждую копейку бьюсь, Игнать Тихович. Так, я спрашиваю, адрес там не меняется? Где? Который послал. Теперь посылать будете на тот адрес. И мы еще пока не связывались. Может быть, еще какие-то варианты будем искать. Да, может быть, варианты чужой дядя. Совершенно никакого отношения не имеет. Ну, это понятно. Но у нас, видите, границы и... Если он, теперь с ним, с ним, с тем человеком, созвонитесь. Теперь покажите адрес какой-то, что-то через него. Тогда мы пошлем. Потому что тут путаница какая-то. Нет, конечно. Это я сейчас... Ну, я сама-то займусь этим. Ну, вот остальное раздумайте, чтобы Николай не встал. Вы пошлете, и он отдаст. Вот это опять беда будет. Нет, нет, нет. Это-то нет. Это... Сколько я... Сколько я говорил, что сделать как репринтное издание. Сделали по-своему. Поля большие. А зачем сделали поля больше? Я больше доверять никогда не буду туда. Никогда. Кто бы не брал второй выпуск и третья разница большая. Просто большая разница. Поэтому я, если беспокоюсь, то беспокоился я не зря. У меня предчувствие это было. Будет не так. Остановить уже нельзя было. Уже заплатили, и все. Ладно. Что есть, то и любим. Но больше этого не делать. Вот сейчас я четырех том не готовлю. Мы должны лично узнать, где... Я же просил установить связь с Горно-Алтайском. Установить, созвониться. Я просил Вячеслава это сделать. Дело-то идет у нас помаленьку. Фотографии разные какие есть. Ну, приготовьте. Мы будем потом смотреть, которые не ужатые. Надо вернуться к этому, да. Фотографий нужно много. Женщины без платка, мужчины без бороды, чтобы нигде не появлялись в фотокарсочках. Николай просил о тех заданиях сделать, но мы с ним обсудим еще. Да, надо вернуться к этому вопросу. Ну, Николай, если уже не дал, то не дал. Его предупредите строго. Вот вы сделали так, когда пролик его отсылать был. Я сказал, как сделали. Все, отошел, как будто его никогда не было. Я стою на молитве, и мне по темечку отдать. И отдать партиями. И все. Человек доволен, отошел, доходит на занятия еще. Здесь точно, Саша Николаев, скажи, к этому человеку не прикасаться. Мы сами берем все на себя. Я поняла. Ну, все. А в Молдаве она в число враждебных так не входит? Ну, нет. Ну, и прекрасно. Ну, что бы... У нас границ с ней нету. Понятно. Что, как, с ней нету границ разве? У нас. Да Молдава же была, она же была в Советском Союзе. Так она через Украину, по-моему, там идет. Никак. Никакого отношения к Украине не имела. Прямая связь. Я с ними переписываюсь. Один Олег тут пишет. Сильно расположен. И у него уже книги в руках. Надо посмотреть. Да, посмотреть. Ну, я вот о чем сейчас... Я о чем беспокоюсь? Что двойная накладка будет? Я уже заранее говорю. Вы посылайте, и Николай пошлет. Вот. Я сказал бы, ну, внимание на это. Если я сказал, забеспокоился, если я забеспокоился, вы сразу тормозите. Там что-то зарыто. Он уже не отдал. Он уже все, их привез обратно. Там уже все. Я имела в виду, что Николай напуган, наверное, и лишний раз уже не отдает никому. Ну, и правильно. Ну, это как? Делает выводы. Вот по этому адресу теперь. Поэтому, чтобы он уже не трогал. Вы взяли на себя. Скажи, ни в каком случае, чтобы он туда уже не лез. Нет, нет. Это он все. Он уже... Так не говори. Потому что ты не знаешь. Перемена может наступить, пока разговариваем. Поэтому предупредить надо. Я сказал, предупредить. А вы... Да он не пошлет. Вы уже третий раз меня останавливаете. Это нехорошо. Если я сказал... Я просто не поняла вас. Меня понять очень легко. Николай может сделать накладку. Вы пошлете и он... Я же третий раз одно и то же говорю. И вот, значит, предупредить... Я поняла. Нет, Игнатий Тихонович, он мне сам говорит. Все, я больше этим не занимаюсь. Ты сама посылай, и все. То есть он мне... Он отказал. Это вы ссылаетесь. Четвертый раз говорю. Несмотря что он говорил. Вы ему пошлите. Телеграмму или что. Николая не посылайте. Вот вы каждый раз меня начинаете подкапывать. Мне это не нравится. Я сказал, выполняй. Все. Нет, я не поняла, о чем вы говорите. Все, я... Все, мы договоримся с Николаем. Я приняла все, все, что вы говорите. Все, об этом... Вы даже договорились? Никакого внимания на это нет. Сделайте, как я сказал. Сошлитесь на меня. Я сказал, чтобы он ни под каким видом всем человеком уже ничего не имел. Чтобы он утвердил это как печать. Я знаю, как с ним разговаривать. Все, все, я поняла. Вот так. Я это поняла, приняла. Все, так и делаю. А то, а можно так. Не надо мне никаких доводов. Я сказал, все там уже стоит. Я вас... Нет, нет, я ничего не может. Я с вами согласна полностью. Самое хорошее, что в Латвию сумели отправить. Да. Вот это... Это большое дело. И причем очень дешево. Ну, ладно. Слава Христу. Да. У меня было иногда. Нужно в три государства, куда мы не смогли засломать машины поехать. Мы нашли в четвертом государстве людей, которые могут сделать. И приехали, и все отдали. И еще, Игнать Тихонович, у меня к вам вопрос под запись. Да. Так, сейчас я включу запись. Я слушаю. Христос воскрес, Игнать Тихонович. Воистину воскрес. Сейчас у меня пойдет запись или нет? Что-то не идет. А, нет, вроде идет. У меня к вам вопрос. Я слышала, по-моему, от Вячеслава, что у вас был опыт молчальничества в миру. Да. И, по-моему, не один. Вы можете рассказать об этом опыте, как это проходило, как вы молчали, с кем молчали, с кем не молчали? То есть, вот такой бесценный ваш именно опыт. И какие результаты? У меня описаны для слова Божия нету. Оттуда взять, перепечатать, и все я скину. Я хочу, чтобы вы рассказали. Ну, можно потом рассказать, когда прочитаете, как. Я сейчас занимаюсь стихотворениями, которые в первой книге «Церковь, свобода, тюрьма» и остальные, которые на четыре тома, где слово «Пасха» употребляется. Воскрес. И у меня набирается, сколько надо. Я разошлю людям. Это как поздравительное будет. Вы еще на собраниях, на собраниях какое-то время тоже не говорили. Это для слова Божия нету, точно нету. Ну да. Тоже? Ну да. Тоже. И какое вот все-таки правильно вы сделали? Или, ну, результат положительный, отрицательный? Я никогда не считаю, что я достиг каких-то вершин. По любой отрасли у меня впереди еще не начатая, еще не заполненная строка. Я пользуюсь своим опытом, все время приобретаю другие, и когда случается подобное, я мгновенно начинаю выполнять его. Это работа. Вот с этим изданием сейчас как? Я взял для себя опыт, что я так беспокоился. Это не зря было. Я все дрындил. Только сделать такой же шрифт. Нет другого шрифта, нету. Ну, спорить сначала я уже понял. Дело дохлое. Все пропало. Будет по-другому. Ну, живое осталось. Слава Богу, что есть. Говорить про это не хочется. Я найду, пошлю вам. Пошлю. А потом, когда прочитаете, мне позвоните и спросите. Потому что искусство молчать, это больше, чем искусство говорить. Говорить учимся 4 года, а молчать 64. Да, это самое важное искусство. Я хотела вот ваш опыт. Ну, мой опыт какой. Я просто о себе не мыслю. Ну, и ведь доверяюсь Богу. Вижу, он не принимает. Время предупреждения. Ничего нету. Я молчу и молюсь. Я не просто молчу. В это время я работу углубляю. Как молчать? Как научиться молчать? Потому что вот я скидываю ваши, ну, тексты или еще что-то. А мне просят, ну, скиньте, пожалуйста, где Игнатий Тихонович об этом говорить сам. То есть вот людям нужно, чтобы вы это сами сказали. Хорошо, хорошо. Я принял. Ну, все тогда после. Ну, после. Я сейчас тут заканчиваю. Хорошо. Накопил. Мне надо сейчас просто по частям разорвать и послать людям эти стихотворения на пасхальной неделе. И тут же я к вам выйду. Как только для слова Божия нету. Это вызвало. Там, может быть, одна строчка об этом говорится. А почему именно? Там объясняется. Военные офицеры вокруг меня, то другое. И я принял такое решение в то время. Я еще даже Евангелие в руках не держал. А я уже работал над собой, как будто бы я и Библию знал. Ну, вот молчание, да, вот оно же разное. Где молчать, а где говорить? Вы вообще полностью молчали? Полностью. Ни одного слова от меня никто не слышал. Ни один. И все считали, что я глухонемой. Потрясающе. И на работе даже. Ну, вот там все написано. Вы ходили на работу и молчали. Я сегодня, вы не знаете, нередко здесь бывает со своими где-то. Я просто молчу. И со мной разговаривать не о чем. Я молчу. Ну, вот я, допустим, что-то говорить сейчас, вот как у Игоря Владимировича где-то. Я ни слова не говорю. Вот вы с ним беседуете, он там говорит, где-то вспоминает где-то. И чтобы вмешаться в это, уже я на это не пойду. У меня опыт не большой, огромный, а безраздельно огромный. Я знаю, как заходить в камеру. И никто так не делал. Притом наивысшем уровне. В камеру имею в виду заключенные. Как беседовать, как с охраной. Я долго молюсь об этом. И иногда так бывает, среди ночи мне ответ приходит. Я уже начинаю поступать. Проверяю по слову Божию, чтобы не было нигде противоречий. Не было, что я в яму упал. Я знаю, от молчания вреда не будет никогда. Иначе Господь бы многим уста не закрывал сам. Ну все, пока, да? Ну спаси Христос. Да, все. Христос воскрес. Богу. Истину воскрес. Аллилуйя. Отвечайтесь.